а ну ясно где звук а почему я не могу в отсечку газом а можно я на нейтралку поставлю тоже не даст вот я на нейтрал не должны убиться чё ни на какой передачи я не газону до отсечки но это шкода чё-то печаль ребят всем привет сегодня у нас своего рода совместное такое будет видео макс приехал к нам в гости в иркутск естественно нельзя было упустить такой шанс сами понимаете для такого видео нужно что-то было такое что не свойственно в основном нашим gdm ным каналам у нас же все-таки в японские основном тачки а тут мы решили вам показать взгляд опять же таких япона филов на европейскую тачку ну а что можно такое европейская хайповая такое взять данный обзор конечно шкоду шкоду то самое что вот вот всех вот японцев типа нагибает на всяких таких мутных каналах где я думаю постанова больше ну и чё макс какая у тебя реакция у меня реакция жесткая мне они все не нравится ты не поверишь я вообще как бы у меня шкода на канале не было ни разу на видел западные каналы то что skoda там японцам напихивает и я что-то мне мало верится внешний вид автомобиля друзья конечно же он не вызывает никаких эмоций ну просто какая-то колдина ну просто машина я нормально отношусь к любым автомобилям меня нет хейта не общение про какую модель я думаю у тебя макс то я хоть запорожец да я кайфовать но я просто всегда удивляюсь как они вот такие машины оказываются в нашем регионе это реально надо быть любителем вот кости у нас любитель владелец этой тачки у него и до этого skoda было и сейчас вот как видите skoda не будем делать из этого интригу эта тачка реально быстро едет и это как-то даже немножко обидно да как-то мне сказали заявленные цифры там очень хорошие сравнимые даже почти как ехал наш марк но я что-то не верю приборы у нас есть прибор и мы сегодня зацепим и посмотрим ненаврал ли нам владелец может он может он просто нам это сказал чтобы мы сняли его машину на самом деле она нифига не едет мне не верится что они могут валить еду они конечно там как вот на нее смотришь ну 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 эгэ не создается впечатление что эта машина должна ехать но ребят я вам так скажу уже начнем с того что это и в стоке довольно таки шустрая тачка потому что у нас практически здесь максимальная комплектация 1 и 8 turbo полный привод причем полный привод и даже не вот это вот коробка вот это dsg же все обычно как или на сухую а у нас мокрое сцепление соответственно вроде как должна быть и правда довольно таки шустрая в стоке она конечно не сильно шустрая насколько помню там 180 что-то лошадиных сил но вот обидный момент скажи что вот toyota нельзя чиповать да да вот это обидный момент знаешь чем я сейчас вот смотрю здесь до сразу видно что здесь очень большие тормозные диски сразу палец опале до палец а уже что причем обрати внимание что диаметр здесь большой и сзади большой кто-то кто не шарит он допустим такой ну да да вот обычная а кто-то кто шарит увидит шильдик 4 на 4 и поймет что так это уже интересные более комплектации не просто так все по задней части автомобиля ребята тоже вы не скажете что это супер какая-то гонка и чем-то она отличается это просто семейный автомобиль имеется у нас даже здесь крепление под фаркоп ну и хозяин по ходу что-то таская прицеп у него есть я даже точно знаю что прицеп есть как так получилось я давил на крыло и открылся привычка привычка я такой справа такой ну-ка где мое открывание капота ну-ка ну-ка вот у меня тебя когда смотрю на джейзик смотрю на не знаю на 3с рб я такой ну да типа вроде похоже на мощный мотор красиво красиво так это чуть не открываешь кому-то ну колди нас 5 летом если бы костя еще бы нацепил обвесиков знаешь занизил бы тогда ну примутил ее как-нибудь по-красивому тогда бы она может воспринималась как какая-то злая тачка а тут ты смотришь семейный универсал и тебе тут говорят братан она едет 4 секунды до сотки но турбинка ребят вот на 4 и fte вот такая турбинка и вот здесь примерно такая же да он такая же да ну нет ну хотя нет побольше здесь больше здесь горячка вы правда маленькая какая-то горячка маленькая это большая такая вот здесь слушай ну гибрид какой-то здесь стоит но явно не заводская здесь турбина уже стоит короче . на чипе чё скрывать . на чипе если бы действительно если бы тойоты бы чиповались и у них не были будут эти зашифрованные мозги то я думаю не было бы вот этих разговоров про то как шкода напихивает марком там и прочее потому что ну просто изменить электронику да изменить программу настройку а не каждый же там я не знаю владелец мощной тойоты задумывается о том чтобы потратить там допустим 1050 на на тюнингованный мозг ну чтобы настраивать мотор а вот ты по грубо говоря купил тюнингованный мозг на gz и пожалуйста никакое шкода там ничего не напихает вы о чем вообще у меня есть на канале субарь который с минимальным тюнингом едет 4 секунды до сотки полный привод все честно примерно такая же тачка вот но там тоже да только цена разная тут-то миллион сто вот ряд вот это 16 год естественно глубоко бы у тоже но миллион сто а там какой был бюджет тачки но опять же не забывайте что здесь система безопасности все новенькое все живенько ничего нигде не отваливается не дребезжит да да вот дизайн современных тачек он весь такой вот какой-то такой нас еще хотел тебя спросить как ты думаешь надолго ли вот это мотору нет костя есть информация сколько сейчас пробег и сколько он еще про и дожди 16 год 65000 короче ладно примерно 120 я думаю там в москве смотали там или где в питере моторы вообще эти нормальные на самом деле единственное что маленький объем соответственно небольшой ресурс на самом деле кто бы не говорил потому что но никуда это не деть маленький объем высоко нагруженный высокотемпературный мотор он по-любому не будет очень большим ресурсом это по-любому не миллионники как бы кто ни говорил в любом случае это тебе не вы 8 американский который там не знаю они его со свалки на дошли ржавчину отмыли и он завелся нет я что-то захотел багажник посмотреть давайте поугараем этой хрени нету 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 а вот это у них у всех я смотрю вот ну что так медленно то елки-палки разве вниз надо они вверх а вот ну слушайте ну много места так детские седульки можно цеплять эти все штуки кстати есть лючок лючок у нас имеется да вот так то такой хороший такой багажник чуть было не сматерился еще раз где они не на не надо меня закрывать не надо голова не влезет слушай а когда закрыты тесно когда закрыты не помещаешься вообще короче он срезанный получается вот так он же не квадратный это же тебе не про бокс какой когда закрываешь то место сразу становится и уже не кажется не так много все же европейки напихивают японском плане салона пойдем в салон и там наверно удивимся и скажем что тут она даете напихала ну знаешь вот я в декабре снимал новые японки до свежие но там 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 точно так же даже может быть местами здесь поприятнее центральная панель кстати неплохая вот такая знаешь вот опять же без изысков ну вот стандартизованная такая обычно нормально все хорошо новая лада не не ладив совсем все плохо опять же мы же не в мерседесе не в бэхе в какой-нибудь ничего и мы реально сидим сейчас в обычной ширпотребном машине просто у нее чуть-чуть поинтереснее комплектация в плане езды но она такая же как любая другая skoda такая же по сиденьям скажу ребята боковая поддержка здесь чуть-чуть присутствует как ты можешь вообще об этом говорить здесь ничего это есть чуть-чуть то есть чуть-чуть есть и в короле знаешь я бы здесь ценил знаешь другие вещи например вот удобство вот этой вот этих вот всех регуляторов например что они очень реально очень под руками находится смотри вот мы-то зачастую сравниваем новые машины низких классов да это же типа бюджетная машина а эти то бы вот те которые вот нам допустим нам привычный toyota даже также какая-нибудь альтеза дамбра те же марки ведь это в былые времена это был ли бизнес-класс дорогая машина типа комфортная как бы высокого класса да то есть по сути нужно по логике сравнивать с колдиной да вот там нельзя с короллы там какой-нибудь там ну с чем-то таким вот что тоже примерно на одном уровне не нужно как бы опять же тот же вот мягкий пластик про который все говорят так вот здесь вот мягкий например от верхушка мягкий он же мягкий нормально то есть ничего плохого и вот нет ничего не скажешь вот действительно единственное что просто у нас они не сильно принятые да ну вот потому что мы живем в таком регионе а если бы мы жили бы в другом регионе мы бы только радовались и и прямо не знаю при прыжку бы скакали наверно от счастья если бы такую купили но я троечку поставлю троечку но я вот я пойду более объективно смотри я сравню с японками этих же годов и этого же класса не хуже а местами лучше берем допустим к примеру фочинер допустим в люксовой комплектации до свежая toyota там так тоже машиночка нарисована и типа вот как там дверки открыты ну вот как типа здесь да и там она нарис тупо просто не так прикольно а в хайлюксе вообще она как на калькуляторе из квадратиков собранная такая знаешь ну как бы пиксельно я как японофил как я уже сказал я выбираю японские салоны в них просто деталей побольше как-то какие-то они такие своеобразные все вот мы можем представить себе вот этот салон примерно такой же он и короче во всех вагах вот этого примерно класса то есть он примерно похожий а в toyota например свои салоны в ниссанах свои салоны у всех разные эти модели еще не объединились по духу под одну крышу понимаешь а ваги они все под одной крышей уже ламборджини уже величайшие представитель итальянского дизайна уже продался вагу но куда мы катимся вот куда мы катимся toyota он уже с бэхой зашкварилась вообще по полной программе вниз и порычать не получилось надо короче ездить походу полный привод полный привод ты не забывай причем нет за тупо на низах обратил внимание и вообще комфортно очень я пускал даже слишком я чуто по напрямую я когда пожестче люблю что было там весом держишь тормоз газ нажимаешь как до 2000 господ тут ланч вишни настроен не надо 2000 человек просто тебе говорю просто отпусти его полностью потом газ пол и в момент когда она пересекает двушку стартуй после лая надеюсь не все будет хорошо мы понимаем что это не gz что-то короче зашелестела это цепь это цепь цепь наверно да и короче стартуешь двух педалей такой резкий затупы и машина не едет приехал в иркут развалил лак уехала не ну как машина она хорошо едет валит прям гору нет конечно верхов не хватает у нее маленько объема вода что нет объема ну как тяга овощи паровозная прям не верится что там 18 там не расстроило то что блять что-то зашелестела но будем надеяться что это ерунда и все будет нормально как она едет мне очень понравилось достойным вообще вот для такого мотора валит просто нереально после стана едет никак намного хуже чем gz но обычный boost up который не сильно дорогой она в легкость у их пройдет да 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 даже что не знаю покупать или не покупать дело каждого я хочу добавить что здесь очень большое значение имеет то что она на полноприводе что было бы это переднеприводная skoda она бы так не ехала она бы конечно на чипе тоже выехала быстро но ребята на бы я уверен ехала бы хуже она мне кажется особенно была в тему что это нестандартные ролики как обычно это все-таки у нас такой совместный ролик а для совместного ролика новый опыт он всегда интереснее потому что нам было чего обсудить по сути так что ребята подписывайтесь на канал я на также подписывайтесь на инстаграм и вот оставим ссылочки все в описании спасибо что посмотрели данный ролик надеюсь понравилось всем счастья добра ну и skoda вам подарок